То, что приготовлено в течение двух недель путешествий по Приморью, Японии, Восточной, Центральной и Западной Сибири, мы не зря назвали созвучно знаменитому фильму. В процессе просмотра вы увидите и ложь и правду, и приятное, и не очень, и сложное, и простое. Это то, с чем мы сталкиваемся постоянно, но иногда ситуация доходит до абсурда. А мы постараемся все расставить по полочкам и детально рассказать об особенностях покупки авто японского производства и последующего перегона. И вот она, мечта детства, сбывшаяся, кстати. Я всю жизнь хотел побывать в Владивостоке, а чуть позже мы пересечем нашу ненаглядную страну от Владивостока до Магнитогорска. Для чего мы сюда приехали? Ну, для того, чтобы показать, какие машины можно покупать здесь. И сколько мы денег потратили? Это все очень просто. Один билет с Уфы до Сюдова стоит 15 тысяч рублей. Ну, плюс деньги на такси, плюс 3 часа ходу, соответственно, до Уфы, плюс 3 часа ожидания, плюс 7 часов лету. А, и огромный минус – это отсутствие полноценного питания. Ну, видать, такие экономические рейсы. За эту сумму, кстати, можно было бы отдохнуть две недельки в Анталии. Если вы все-таки научились считать деньги, то приезжайте в Тайама Авто. Вместе с ней мы, кстати, приехали сюда. И спокойно приобретайте автомобили. Если же нет, ну, попытайтесь счастья во Владивостоке. Нас же что удивило? Ну, меня. Мне говорили, что, Леш, ты не найдешь здесь машин в левом руле. И действительно, их очень мало. Видел я одну шестерку и один Лексус, кстати, с московскими транзитными номерами. Идея создания данного фильма давно витала в наших умах. Но воплотилась она в жизнь благодаря элементарной человеческой злости. Создателей автостопа на постоянно мелькающие на телевизионных экранах лица псевдоавтоспециалистов. И руководство фирмы Тайама Авто. На беззастенчивую, навязчивую рекламу псевдопрямого доступа на аукционы различных фирм города. И так, репутация задета. Осталось доказать совершить поступок, о котором, забегая вперед, честно говоря, пришлось слегонцухи пожалеть. В России поиски правды всегда сопряжены с определенными сложностями. Но чтоб с такими, не догадывался честно. Если б это была спланированная пиар-акция, это одно. По-привычному прилететь на все готовое на самолете, получить солидные командировочные, зная о не менее привычном гонораре, минимум в 300 тысяч рублей, совместить приятное с полезным и улететь обратно. Вот будни стрингера-профессионала, а мы ими и являемся. Но в исключительном случае, не желая нагружать дружесканную фирму, решено было поступить по-мужски. Стоило ли это делать, решать в конечном итоге вам. Мы же начали с приятного – посещения Владивостока. И первое истинное, и первое утверждение от автостопа – правую роль не запретят никогда. Невозможно десятки миллионов граждан России заставить пересесть правого руля никакими идиотскими законами. Ибо в случае с Приморьем, Хабаровским краем, Восточной и Центральной Сибирью, можно запросто пойти на три знаменитые буквы. Катались разумные граждане на японцах и будут кататься. И изменить существо дальневосточной жизни невозможно. Ну а те, кто для себя решил ездить на машинах страны восходящего солнца, в Магнитогорске, должны для себя решить. У кого автомобили приобретать? Какие машины вы хотите приобрести? Да, конечно, сложно. Да, тяжело, но можно. Почему такое случилось? Ну, потому что эта замечательная фирма смогла привезти автостоп в Японию. И вот Япония, за моей спиной. И вот эта бутылка пива. Именно в моих руках. Сложно, хотелось бы выпить побольше, но нельзя. Потому что нас ждет страна восходящего солнца, Япония. Мы же для себя докажем возможность и особенность перегона. И вот тут начинается совершенно другая история. Омраченная для одного из пассажиров теплохода Русь, фактом отравления клофелином и чистки содержимого бумажника. И это тоже особенность перегона. Для себя и для вас мы открыли все прелести вот этой чудной поездки за автомобилями. Как-то странно получается, и вы это уже видели, что машины, которые в Японии даже битые во Владивостоке, на автомобильном рынке приобретают какие-то странные такие идеальные формы. В чем причина? Ответ, я думаю, вы найдете сами. Мы же, стоя мои авто, выбрали для себя другой способ общения с автомобильным рынком. Это покупка привык аукционных автомобилей. Благодаря нашему другу Джимми, который работает для вас, магнитогорцы, в Японии. А теперь нас ждет самое интересное. Путешествие по федеральной трассе Амур. Сейчас мы выезжаем из Владивостока. Стартовав во Владивостоке, мы для себя решили поскорее добраться до дома. И тут ваш ненаглядный совершил первую ошибку. Он перенадеялся на собственные силы. И недопонял, во что он ввязался. Отдельные амбициозные телевизионные проекты, взяв на прокат сверхмягкий и комфортный автомобиль, прокатились по ухоженным дорогам Европы. Они, конечно же, привезли интересный и познавательный материал. О том, как приятно там путешествовать. Но в нашем ВСЖ, в Хабаровске, например, нас ждал приятный момент общения с криминальным миром. Здорово! Здорово! А там не встречали грузовик такой здоровый с резиной? Не, не видел. И а ваня ничего нет? Не, не, не видел. Это вообще здорово так. После многочисленной чистки в рядах служителей законов и наведения порядка на федеральной трассе, вот так попасться под пресс Хабаровских бомбил. Пресс, кстати, несказанно удивился возможностей засветиться в ФСБ. Куда мы это видео, разумеется, и отправим. Но в вашем арсенале путешественника-перегонщика вряд ли найдется профессиональный оператор и автор автостопа. Хотя, погодите, ни автодром, ни акселератор, ни коррида, а счет там не бывали. Так, вперед, на федералку! Нас же в Биробиджане ждала операция «Аппликация». Итак, суть события. По дороге из Владивостока в Манитогорск вас ждет небольшой такой участок – грунтово-щебеночной дороги. И вам я крайне рекомендую, при желании, конечно, довести автомобиль в целостности и сохранности, облепить его либо обоями, либо лейкопластырем, чтобы избежать попадания камней и осколков. И вот здесь, как говорится, голь на выдумке хитра. Если вы успели, то, конечно, купите в уссурийске клеящиеся обои. Если же нет, то ждите открытия Биробиджанской аптеки. И после завтрака у знаменитого на все Приморье, Восточную, Центральную, Западную, Сибирь и Урал, кафе у Коляна, вас ждет двухчасовой молебен у вашего товара. Это неспешная и качественная, без зазоров, обклейка. Ну что ж, ребята, это утро следующего дня. Ну, после погони в этой странной вещи под названием Хабаровск. И это пригород Биробиджана. Небольшого города, очень похожего на Белорецк. А за моей спиной, ну, за моей спиной очень приятное заведение. Придорожное кафе у Коляна. Мы познакомились, и Коляна мне посоветовал приехать через год. Его кафе переместится чуть дальше. А в моих руках главный инструмент перегонщика. Знаете, что это такое? Да, это простой лейкопластырь. Для чего он используется? Для того, чтобы защитить действенное покрытие свежепокрашенного во Владивостоке вашего автомобиля. Но автомобили, вот Таем и Авто в этом не нуждаются. Потому что все 100% идут железнодорожным транспортом. И вот она, федеральная трасса Амур. При въезде на которую меня отбросил назад. Я стал серьезно сомневаться в разумности данного предприятия. Дело в том, что вышеозвученный небольшой участок дороги, а-ля старая дорога на Белорецк, имеет протяженность в 2000 км. А зная, что от Магнитки до Москвы их всего 1700, грустно становится не по-детски. А грусть-тоску новосибирские гонщики развивают, устраивая показательные ралли-заезды, типа Париж-Дакар. Ибо состояние автомобиля, которое необходимо доставить на продажу, их не волнует. Там подкрасят, тут шаровые елинки пообстучат и запихнут, к примеру, магнитогорцам. Для тех же, кто не хочет тратиться на дальнейшую покраску, предстоит перспектива ехать вышеозвученные километры. С максимальной скоростью в 60 км в час. А в случаях с бутербродами, сэндвичами и жесткой сцепкой и еще меньше. Итак, как всегда, автостоп за историческую справедливость. Вот здесь Владимиру Владимировичу торжественно обещали, точнее доказывали и разрезали ленточку о том, что трасса Москва-Владивосток построена. Ну, я знаю, что автостоп смотрят сотрудники ФСБ и эта информация будет наверняка донесена. Так вот, Владимир Владимирович, вас жестоко на... немножко обманули. Дело в том, что до окончания трассы еще очень и очень далеко. И все те машины, которые гонят из Владивостока в Москву, подвергаются мучительным пыткам. Но единственное, что нам понравилось, так это постоянная и стабильная работа сотовой связи. И именно за это строителям большое-большое спасибо. Дежавю бывают короткие, 15 секунд, но максимум минута. Этот дежавю в 2000 километров пришлось смотреть и днем, и ночью, практически двое суток. Грохот подвески не может скрыть никакая шумоизоляция. На одном квадратном метре 10 кочек. Объезды с критическими углами подъема. Отдельные участки, по которым можно только ползком. Это может выдержать не каждый. При мне здоровые мужики с залпом выпивали стакан водки, окончательно замордовавшись от потрясающего автобана. Как здесь выживают автомобили японского производства, до сих пор для меня загадка. На эту трассу возвращаются только 10% здесь побывавших. Ну, скрипя зубы, можно проехать 200 километров, но 2000 – это колоссальное испытание. По дорогам такого уровня проводить те же ралли – это грохоть спортболид в каку. Самоубийство, сумасшествие, факториал гипертрофированного российского идиотизма, и это еще слабо сказано. Конечно, спустя некоторое время и имея информацию, приходишь к выводу, что еще раз смог бы. Но богатыри не мы. Мы, лучше вздрогнув от кошмарного сна, типа еще 5000 километров ехать, приедем в Тайяму авто. Закажем гарантированно японо-аукционный автомобиль. И спокойно, и не напрягаясь, подождем, зная, что ваше авто по кошмарикам трассы Амур ехать не будет. Вы, конечно, знаете, что существуют фильмы ужасов. Существует даже сериал ужасов. А существует трасса ужасов. Так вот, эта трасса ужасов, трасса Амур, здесь ужасов ровно на 1860 с небольшим километров. И последние ужасы, это те, которые мы только что снимали. Какие машины здесь ездят? Как ни странно, здесь нормально выживают только японские и американские автомобили. Но американские это мощные фредлайнеры и японцы. То есть о надежности этой техники вы можете сами судить. Но на этой трассе ужасов вы не увидели и не увидите ни одной машины от Тайяма авто. Хотя, в принципе, одна-то была, на которой мы ехали. Но, тем не менее, этот автомобиль с достоинством выдержал все. И от себя лично я добавлю. Если вы, конечно, хотите, вы можете купить билет на самолет до Владивостока. Сэкономить, типа, денежки. Приехать на Зеленую Горку, да? Взять там очень красивый автомобиль. Непонятно с какой историей. А потом, а потом вы почувствуете. Я это почувствовал, когда проехал 500 километров по этой федеральной трассе. Я почувствовал то, что я теряю самообладание. Я человек, который, ну, много чего повидал. Но я такого не видел. Я вам честно скажу. Но, тем не менее, собрав волю в кулак, я скажу. Yes, I did it! И вот так, этой трассе. Этот интернациональный жест заставил федералку аухнуться. А затем угостить нас еще тремя стами километров зубоавтодробилки. И узнать, что давление есть. И только на Байкале, глотнув таблеток, оно отпустило. Позволив насладиться красотой могучего озера. И омолем, свежим, байкальским. Но Иркутск, это только половина пути. Пусть и самое трудное. Дальше гораздо проще. А последние умопомрачительные участки, это границы Красноярского края. Места бомбежки. И места благодарности водителей, выведенные краской на знаке. Спасибо, Вова, за дорогу. Мы же поблагодарим организаторов. Фирму Таяма Авто. Которая открыла нам глаза и в полной мере продемонстрировала особенности перегона. Ну, а выводы делать, конечно же, вам.